ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ О значении каждого дня масленицы ребятишки узнали на театрализованном представлении, которое состоялось в актовом зале социально-образовательного центра. Вместе со скоморохами, красными девицами и бабой-ягой они совершили занимательное путешествие, во время которого познакомились с народными обрядами и обычаями, поиграли в традиционные русские игры. Праздник продолжился на спортивной площадке. Здесь для детей были организованы весёлые хороводы, конкурсы и подвижные игры. В их число вошли забавы традиционные для проводов масленицы. Алексею Гриненко 12 лет. Два года из них он живёт в деревне Виктория. Всего в семье 10 детей и они веселятся на празднике вместе. Однако мальчик превзошёл других в ловкости и очень гордится этим. Мне больше всего понравилось метание блинов. Я метнул блин за ограду. Потом мы будем сжигать масленицу и уйдёт всё плохое, останется только хорошее. Чтобы оставить за порогом невзгоды и встретить весну только добрыми начинаниями, участники праздника написали на листах бумаги всё, от чего хотели избавиться. И сожгли их вместе с чучелом масленицы. Директор социально-образовательного центра Галина Юдина уверена, что такие праздники духовно обогащают как детей, так и взрослых. В процессе подготовки к проводам масленицы их объединила общая цель – помогла разносторонне раскрыться в творчестве. Можно детям рассказывать, как надо дружить, что надо делать. Но пока на примере своём ты не покажешь, ребёнок не усвоит. А здесь взрослая мама поёт, папа танцует. И с ними вместе ребёнок выходит на сцену. Идёт объединение семьи. Праздник завершился общим чаепитием с блинами и другой выпечкой. Влада Волошина, Игорь Щенников, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».